Да, да, ну кто понимает, вот, слава Богу, мы не будем вас гордиться, да. Ну что, время проповеди, да, сегодня у нас проповедует Павел Ни, давайте поприветствуем. Слава Богу, добрался до микрофона, наконец-то. Слава Богу, успех достигнул микрофона. Это вообще очень долгожданная проповедь для меня. Много долго учаковано проповедь за меня. Потому что изначально я должен был проповедовать где-то месяц назад, наверное. За что-то треба, чтобы проповедовать, приди два месяца. Сначала меня там несколько раз сместили. Потом я уехал в Китай. После замены в Китай. Потом Пасха. После Пасха. И потом сказали, ну ладно, теперь можешь, короче. Несколько казаха, можешь. Но от этого, как бы, еще более хотелось проповедовать. У тебя, ошь, ты повече, если искаешь, чтобы проповедовать. Как бы желание копилось, можно сказать. Желание-то беше вутро в мен. И я подумал, это немного похоже на девушек, да? Я смысл, что това причина мечта. Ну, потому что, ну, как бы, они морозят, морозят, а потом... Ну, ты знаешь, что ты, в конце концов, получишь то, что хочешь, да? Че ты отблскват, отблскват, но в края знаешь, че ты получишь това, кое ты искаешь. И, ну, как бы, знаю это, желание не попадает. Знаете, това желание-то не... Ну, я так слышал, это легенда, легенда, ладно. Я не знаю, я не знаю. Да. Ну, я сам сам чувал това, некоторые легенды. Да, я хотел как-то начать с шутки, потому что сегодняшняя тема – это юмор в Библии. Искал да започне с шега, за что сегодняшняя тема – это юмор в Библии. И это была тема на нашей домашней службе. Това беше тема на нашето молодежко собиране. Но мы постоянно уходили от темы во время обсуждения. Когда обсуждахме постоянно тази тема, се откланяхме от тази тема. Я подумал, значит, проповедь – это идеальная платформа для этой темы. Значит, по-добре да пораповедвам за тази тема. Не будем уходить с тема, да? Няма да се откланяме от тази тема. Итак, первый мой вопрос. Как вы думаете, есть ли юмор в Библии вообще? Первый мой вопрос. Как неслите, имели юмор в Библии это? Кто-то может поднять руку. Но некоторые не уверены, окей. Некоторые не уверены, сегурни. Сейчас, сегодня я буду вам доказывать, что все-таки есть. Не, что вы доказываете, что има юмор. Вы, может, со мной не согласитесь, но я думаю, доводы довольно-таки... Может, меня надо се согласитесь за смену, что вы кажете некое предуказательство, что я покажу. Почему Библия может нам казаться несмешной? Во-первых, это книга на серьезные темы, да? Твоя книга за серьезные темы. А во-вторых, юмор плохо передается из культуры. И второе, то хумора много трудно се предава от друга култура. Из языка в язык. От друг язык. Или по времени. Или в зависимости от времена. Я могу даже рассказать вам один пример. Мога да ви расскажа один пример. Который мой папа мне рассказал. Который ты мне рассказал с баштами. Когда они были в Китай. Там русскоговорящие врачи собрались вместе с китайцами. И у них был переводчик. И русские сказали. Давайте мы расскажем анекдот один, вы переведете. И русские доказали, что вы расскажете вид, что вы проведете на китайцы. А китайцы, ну, посмотрим, они поймут, о чем речь или нет. И вот такой анекдот рассказали. Сидит Василий Иванович на рельсах. Подходит к нему Петька и говорит. Подвинься, Василий Иванович, я рядом с тобой сяду. Я сам не понял до конца. Я с него разбрах. Все что. Но китайцы, они такие думают, думают. Китайцы мыслят, мыслят. В чем же шутка-то? Как войши, гата. И мне сам такие, типа, ааа. И из воножна почва досы смеют. И русские спрашивают переводчика, а в чем они поняли юмор-то? И русскоговорящие-то питают, как разбраха хумора. И китайцы такие, а, там, этот, Василий Иванович, то он уже как бы насидел там место, согрел рельсу. И ты казаха, че просто Василий Иванович, то я просто стоплю тази рельсу. Да, типа, хитрый какой-то Петька. И чем много хитр тази Петя. Вот видите, это вот разница в культуре. Разлика-то в культуре. И из-за разницы юмор воспринимается по-разному. Из-за разлика-то в культуре-то хумора сэвэспрямом по друг начин. И сейчас я приведу вам несколько примеров, ну, довольно много, на самом деле, примеров из Библии. Покажи много примеров от Библии, да? И начнем мы с книги «Бытие». Что и започнем? Вот книга-то «Бытие». Та-да, «Бытие». И следующий. Опа, это у нас что? Это у нас… Какого этого? Да, знакомая, да, картинка. Нечто по знату. Да, это же, конечно, та самая история, где к Аврааму приходят три странника. У кого-то при Аврааме идут три таинственные странника. И, как бы, у Авраама и Сара у них такая проблема, они уже преклонного возраста. Авраам и Сара имат проблем вече с возрастом. И, как бы, эти страники, они говорят им, что вот Сара родит тебе ребенка. И тези страницы называют на Аврааму Сара, что тебе родит дете. И тут юмор заключается в том, что они поставлены в абсурдную ситуацию. Их юмора только в тваче поставили, что себя поставили в абсурдную ситуацию. Когда 90-летняя рожает ребенка. Когато 90-годишно рождает дете. И тут даже я почитаю вам эту часть из Библии. На болгарском вы можете видеть на экране. Это Бытие 17 глава 16 по 17 стих. Бытие 17 глава от 16 до 17 стих. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произойдут от нее народы. И цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам себе, неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? Ну, тут прям видно, что Авраам прям... Он не только так хе-хе-хе. Он прям упал и прям нормально так посмеялся. И в принципе это довольно-таки забавная ситуация, потому что здесь Авраам смеется, Сара смеется. Все смеются. Забавная ситуация. Авраам се смеет, Сара се смеет. И они своего ребенка называют как? И как наричат детето си? Да, смех или он переводится он смеется. И те го наричат като Исаак, което означает той се смеет. То есть уже в первой книге Библии уже один пример, где все дружно смеются вместе. И это има первый пример Библии, като хората заедно се смеет. Следующее место, которое я хочу привести в пример, тоже забавно. Следующее место, что я слышу, что я забавно. Учитывая, что здесь Авраам торгуется с самим Богом. Только Авраам слупит, что торгуется с Богом. Причем на довольно серьезную тему они торгуются. На серьезную тему. Тут идет речь о истреблении Содома и Гаморы. Тук става дума за истребяването на Содома и Гамора. Да, там очень много текста, но сейчас это смешно. Има много текст, но и смешно. То есть, я думаю, многие знают, да, история Содома и Гамора. То есть это города, полны грешников. Това са градовете, полни с грешницей. И Бог говорит, вот я истреблю эти города из-за их, то, что там напнул грешников. И Бог казва, что ты истреби эти городове заради греховете. И Авраам немного негодует, как так, так целые города Бог истребит. И Авраам негодует, что Бог может истребить целые городове. И он говорит, может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? И Господь отвечает, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. И Авраам, наверное, такой думает, блин, 50, наверное, не наберется все-таки. И он говорит в ответ, вот, я решился говорить владыке, я прах и пепел. Ну, так скромно говорить, все-таки с Богом говорит. Может быть, до 50 праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? И Бог говорит, не истреблю, если найду там 45. И Авраам такой, блин, 45, это я, конечно, многовато что-то. И Авраам, в смысле, 45, все, что и много? И Авраам продолжает говорить, может быть, найдется там 40? И Бог говорит, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30? И Бог говорит, не сделаю, если найдется там 30. А Авраам говорит, кажется, пошло. Такой, типа, не надо продолжать. И Авраам в смысле тревода продолжал. И говорит, вот я решил себе говорить, владыке, может, найдется там 20? Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам говорит, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? И Бог говорит, не истреблю ради 10. И пошел Господь перестав говорить с Авраамом. Авраам же вратился в свое место. То есть, да, это довольно-таки еврейский юмор, как мне кажется. Это вам изглежда как еврейский юмор? Где человек торгуется с Богом. Когда этот человек торгует с Богом? Ну, я думаю, для нас всех эта ситуация может быть несколько знакомой. И может быть, для нас эта ситуация может быть изглежда полната. Потому что, я думаю, мы когда-то в своем периоде жизни торговались с Богом тоже. Может быть, некий от нас в свой период в живота торговал с Богом? Что вроде, вот Бог, если ты сделаешь так, то все, я буду ходить в церковь каждую неделю. А Бог, как он направишь так, что ты ходишь на церковь всякая сетница. То есть, да, вам те, сигурно, ну, некую заказывали так. Ну, а также это показывает и дружеские отношения между Авраамом и Богом. Ну, то у вас все, что показывает, показывает, чьим им приятелские отношения между Авраамом и Богом? Потому что, если вы не друзья, то как можно так торговаться? За что только не сте, приятели, как можете так ада сеторговати? Последнее место из бытия, которое я хочу привести в пример, она про Каина. И последнее место от бытия, которое ты иском докажешь, есть за Каин. То есть, все знают историю Каина. Сигурно, все знают та история за Каин. История брата убийства. Каин убил Авеля. И тут, получается, Бог его наказал за это, за его грех. Говорит, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И далее в бытие, в другом стихе говорится... И вдруг стих в бытие, кто заказывал... И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема. То есть, а, там един момент был, что Каин говорит, что слишком тяжкое для него это испытание. И Каин казва, что это испытание для него тяжко. И Бог говорит, хорошо, ты уже не будешь скитальца, но вот поселишься в земле под названием Нот. И Бог ему казва, что не надо скитать, ты живешь в тази земля, где называется Нот. На самом деле, здесь довольно интересная игра с именами. Только им интересная игра с именами. Видите ли, имя собственное Нот происходит от того же корня, что и глагол «бродить». То произлезло от глагола «даси скитыш». То есть, Каин перестал скитаться, но поселился в земле, которая называется «постоянное странствие». Я не знаю, можно ли это считать черным юмором. Не знаю, надолит вам может быть смятаться черным хумором. Но что-то об этом есть точно. Но имя нечто в твое. И мы переходим к книге «Исход». Сека преминалом книга-то «Исход». Да, и тут уже тоже довольно вот эта картинка. Я тоже думаю, многим известное событие. Сигурно, два события познатло на многоту. То есть, еврейский народ в пустыне бродит. Еврейский народ ворвил в пустыне. Под предводительством Моисея. Моисей Геводи. Моисей уходит на гору Синай, я думаю, да. Моисей уйдет на планината Синай. Разговаривает с Богом, получает 10 заповедей. А в это время, ну, израильский народ опять, ну, как бы, не ведет себя хорошо. И по то время израильский народ не седржит добре. Говорят, вот Моисея нет, делай Арон нам Бога. Сейчас же. И доказывает, это Моисей гуняма Арон на правине Бога. И вот что там написано в следующий стих. И там пишет следующий стих. И сказал им Арон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, Ваших сыновей и ваших дочерей принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Арону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. Здесь очень описывается прям процесс, как Арон своими руками его сделал, да, тельца. Только сел писала целый процесс, как Арон направил телец за тех. После этого Моисей, ну, как бы, сходит из горы и видит вот это вот зрелище. Моисей слизал планината и виждает птичку тула. Народ израильский бесчинствует, там стоит вот эта, ну, корова эта золотая. Има тази золотая крова, и израильский народ несет держи добре. И, конечно же, он подходит к Арону и говорит, что это за дела такие вообще. И Моисей идла при Арону, и пита какво става. И Арон, вот это следующий стих, тоже, как бы, в 32 главе, но чуть дальше. В 32 главе, глава Маукупу Надолу. Арон говорит, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. Я дали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. То есть, он говорит, не виноват я, он сам пришел из этого огня, я не знаю, что произошло. То есть, это довольно забавный тоже момент, как я считаю. И теперь, получается, переходим к книге чисел. Тут тоже довольно такое изображение, которое, может, вам что-то напомнит. Да, это история о Валааме и его говорящие с лицей. То есть, объясню вам по-быстрому, о чем речь. Был такой царь Валаак. Такой языческий царь, я думаю. И он неоднократно просил Валаама проклясть израильтян. Но во время этой истории Валаам, вопреки пожеланию царя, только благословляет их. А что еще больше злит царя? Интересно, если вы почитаете эту историю, я просто сейчас не буду читать все... Интересно, что история построена на основе троек. То есть, три человека, три происшествия. Это все, что требуется для многих типов шуток. Ну, типа, вы знаете, да, эти вот, как начинается немец, француз и чукча, там... Знаете эти шаги, когда говорят немец, француз и... Да, обычно вот... Обычно именно третий... Обычно именно третий элемент, он нарушает шаблон, да? И оттуда происходит шутка. Вот так Валаак три раза вводил пророка по разным местам жертвоприношения. Надеюсь, что Валаам все-таки вдруг передумает и проклянет народ Израиля. Это тоже как-то очень забавно, мне кажется. То есть, Валаак привел Валаама, на одно место говорит, вот, проклинай. Валаам благословляет. Валаам говорит, мол, я делаю то, что Бог мне велит. И Валаак такой тебе, блин, ладно, пойдем в другое место. И они делают то же самое. И так три раза. Просто о чем Валаак думает вообще, я не понимаю. То же самое относится к ослице. Как ранее в этой истории, Валаам на ослице идет к этому царю. И ослица, она видит ангела Господня и не идет вперед. И даже в один момент она так зажала Валааму ногу, от чего-то ему больно. И в один момент тя дори хванала крака му и заболяла. И три раза, получается, Валаам ее бил палкой. Три пыти Валаам е удрал Магарето с прачка. И на третий раз она проговорила им. Тут, однако, есть такое тоже шутки и всегда есть какая-то мораль, да? Мы смеемся над Валаамом за то, что он не видел вот этого ангела, да? Но израильтяне во все времена не видели того, что Бог делал там наверху. И также не видел последствий того, что делают внизу. Следующая книга у нас книга судей, тоже, на которую я хочу обратить внимание. Да, там следующее на слайде вы видите Авимелех, изображение с правой стороны. Кто такой Авимелех? Кои той? Это сын наложницы Гедеона. Твоя сын наложница на Гедеон. Еще одна известная личность из Библии. Может, одна известная личность в Библии, да? И вот это Авимелех по смерти своего отца. И тоси Авимелех след смерти на Баштаси. Он убедил жителей Сихема поставить его царем. Той убедил жителей на Сихем, дагу назначет кату цар. Затем он убил 70 своих братьев, которые жили в доме своего отца. След това той убила 70 своих братьев, которые соживели в кушето на Баштаси. В живых остался только младший Иофам. И в живых остался только младший Иофам. Который успел сбежать. Который успел избегать. То есть, ну, это типичная история, когда человек хочет власти, да? Това одна типичная история, когда человек искал власть. Однако в этой книге Иофам, он произносит такую сатирическую притчу. Во втазе книга Иофам произносит одна сатирическая притча. Там сейчас тоже очень много текста будет. И там загаштима много текста. Я по-быстрому зачитаю. Что я прочитаю? «Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам. И сказали дерева смоковницы, иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам. И сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй, над нами. Терновник сказала деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь, и с терновника и пожет кедры ливанские. Тут проглядывается такая аллегория, затем Иофан ушел, ибо не было места сатирику в царстве некомпетентного правителя. Сейчас следующий слайд, это вот картинка, но тут трудно догадаться, я думаю, многим о чем идет речь. Потому что здесь изображен Аот, сын Геры, сына Еминьева, ну тут, да, я думаю, это как бы можно не упоминать. Но самое важное, что он был левша. И наиважно тут, что и был левичар. И, значит, послали сына Израилева с ним дары Еглону, царю Моавицкому. А что еще? А, ну там написано, это часть Библии. А, можно следующий слайд, пожалуйста? Это много текста, ну почитайте. А, адрес, окей, все. Это, значит, ну это, как я сказал уже, это какая книга это была у нас, да? Числа. Числа, да. А, не, погоди, это Суди. Суди, третья глава с 15 по 21 стих. Суди, третья глава, от 15 до 21 стих. Вот, возопили сына Израилева Господу, и Господь воздвинул им спасителя Аода, который был левша. Вот здесь важный момент. И послали сына Израилева с ним дары Еглону, царю Моавицкому. А вот сделал себе меч с двумя острыми длиной в локоть и припоясал его под плащом к своему правому боку. Это тоже очень важный момент. Это важный момент, че сложил меч в теснуто страна. И поднес дары Еглону, царю Моавицкому. Еглон же был человек очень тучный. Вот зачем упоминать этот момент? Из-за чего ты вспоминала в тот же момент? Неспроста, неспроста. Не просто так, а? И, ну, я не буду опять читать все. Я буду, а дальше, досечку. Типа, коротко сказано. Как сказано? А вот проникает в этот шатер к этому царю. А вот проникла в шатер на тот же царь. Говорит, у меня есть секретные данные. Сказывает им секретные данные. А вот говорит, все, давай со мной лично переговори. И потом Аот простер свою левую руку, взял меч с правого плеча и вонзил в черева. Ну, этого царя. И Аот взимал с левого сирока този меч в тесну и пронизвал този царь. И вы можете спросить меня, а что здесь смешного? Можем пить так, как вот забавный мадук. Так, смотрите. Аот, он левша. Аот или вечер. Из колена Вениамина. От куляну Вениаминову. Такое описание выполняет здесь две функции. Твоя описание исполняет две функции. Во-первых, как игра слов, колено Эхуда, Вениамин буквально означает сын юга или право. Твоя означает, что сын на юг, то есть на десну. Вы можете немножечко запутаться, юг, право. Причем тут это. На самом деле древние израильтяне ориентировались так, чтобы позади них было Средиземное море. И древние израильтяне така се ориентирали. Позади них. Средиземное море. А восток прямо перед ними был. А исток и пред тех. Таким образом, юг был справа от них. И така юг бил от десну. Таким образом, от внимания читателя не могло ускользнуть, что здесь был сын юга или правая рука. И тут можно сказать, что той из сына на юг, то есть десна рука. А он был левшой. А той бил левичар. Ой, смешно так. Так, во-вторых, потому что Эхуд был левшой, он привязал свой меч к правому бедру, да? То есть это уже необычно. Обычно всегда к левому бедру, да? Твой необыкновенный за что-то, по принципу, требовал делать леву меч. И телохранители Моавитского царя, они непривенно бы проверили всякого, кто бы к нему заходил, да? Но они не могли подумать, что оружие окажется на правом боку, а не на левом, как обычно. А имя Моавитского царя, Эглона, оно сразу привлекло бы внимание древнего читателя. Эглон происходит от того же еврейского корня, что и слово, обозначающее откормленный теленок. Эглон произлизал думата, което означава «нахранено теле». Оттуда и вот это упоминание, что он был тучный. И из-за того, что он был тучный, да? И из-за того, что он вспоминал, что это был эдричек. То есть, членок часто приготовлен для жертвоприношений. И телето часто се готовит за жертвоприношение. И здесь жертвоприношение — это то, чем становится Эглон от руки Ауда. И тут Эглон стала жертвоприношение от рецепты на Ауд. Да, ну, шуточка не всегда, как бы, понятна будет, конечно, с первого раза. Дальше у нас книга царств. Следва, что е... Царе. Порво царе. Так. Тут тоже дальше у нас будут шутки с именами. Сега пак, что има шаги со с именами. Тут у нас, получается, Давид. История про Давида. Только има история за Давид. И человека по имени Навал. И человек по имену Навал. И получается, что вот этот... Упоминается в первое царство, 25 глава, 3 стих. В первого царе, 25 глава, 3 стих, се вспоминава... Что Навал — это человек жестокий и злой нравом. Че Навал и жесток человек. И далее в книге первое царство, 25 глава. Первого царе, 25 глава. С 36 по 38 стих. От 36 до 38 стих. Написано, что пришла Вигея к Навалу, а вот у него пир в доме его, как пир царский. Сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большего, ни малого до утра. Потом написано, утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала о встрече с Давидом, что Давид хотела прийти его убить. Но она его отговорила от этого. Тя рассказывает о встрече, что та, че искал да дойдет глубже. Там очень длинная история, на самом деле. Ну, историята много длога. И однако Навал, он отрезвился, сразу же замерло в нем сердце его, стал он как камень, и дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. Здесь тоже вот корень имени Навала, это НБЛ. Коренят на името Навал е НБЛ. Появляется в виде двух существительных. Тоя се появляла в две существительные. Одно из которых встречается в выражении винный мех. Единия, от които се среща в израза винен мех. А тут упоминалось, что Навал, он пьянствовал, да? Второе существительное, от НБЛ. Это форма женского рода, оканчивающаяся на еврейскую букву Хе. И учитывая вокализацию, это слово также может означать тушу или труп. И тази дума също може да означава труп. То есть Навал был мертвым человеком, когда он пересек Давида. И Навал и бил мертв човек. Когато срещен Давид. Когато срещен Давид. Да. Ладно, это немножко, да, очень много контекста, поэтому не си дадим сразу понятно. Имам много контекста, затова неведнага може да разберете. Еще одна довольно забавна история с Давидом. Още една забавна история с Давид. Она описана в 1-й царств, 21-я глава. 1-й царе, 1-я глава. От 12-го до 15-го стиха. От 12-го до 15-го стиха. Тут Давид, он был в бегах. Давид бегал. И был один царь, Гевский Анхус. И был один царь, Анхус Гевский. И тут написано. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского. И изменил лицо свое перед ним, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, пускал слюну на бороде своей. И сказал Анхус с рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его, чтобы он не ростал передо мной? То есть, как бы, а тут Анхус говорит, у меня что, мало сумасшедших в моем царстве? Зачем мне еще один? Только Анхус сказал, что у меня много людей в моем царстве, за что мне нужно? Другое место, это уже из Третьего царства. Третьего царя, 18 глава, 27 стих. Здесь довольно такой момент, когда пророк Илья, он насмехался над другими язычниками. Пророк Илья се смял заради другите язычниците. Кто-то может тоже помнить эту историю, когда был такой, как бы, battle, наверное, борьба, да? И тут написано, в полдень Илья стала смеяться над ними, говорит, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или он в дороге, а может быть, и спит, как он проснется. Тут как бы идет речь о том, что эти язычники, они там, ну, бегали вокруг этих деревьев. А, да, сейчас я объясню вам опять историю. То есть, с самого начала, там был, получается, battle такой, что дрова были у Ильи, и дрова были у язычников, да? Илья има дрова, и язычницы има дрова. И, как бы, кто без огнива зажжет дрова, тот, ну, тот его Бог и сильнее. И те казват, че който может запалить тези дрова без огона, техния Бог епусилен. И вот эти язычники, они скакали вокруг этих деревьев. Тези язычницы соскачали около тези дрова. Там, резали себя, что еще делали. Резали себе си. И, ну, вот Илья такой смотрит на них, я такой, типа, хе-хе. Илья гигледа им, им все под смивом. Может, ваш Бог там, там, задумался, и чем-то он занят, там, и так далее. И так далее. Все равно, может быть, ваша Бог из-за этого, знаешь, что? То есть, это довольно... Мужик с чувством юмора. То есть, има чувство на хумор, или? Далее у нас псалтирь. Псалми. Здесь есть несколько стихов, которые подтверждают, что и у Бога есть чувство юмора. Има някуку стиха, какую-то подтверждавать, че и Бог има чувство на хумор. В основном, именно два стиха. Я их сейчас зачитаю. Первое. Это псалтирь, вторая глава, с второго по четвертый стих. Псалми, вторая глава, вторый до четвертый стих. Восстают цари земли, и князья посвящаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем со себя оковы их. Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им. То есть, здесь написано, что Господь посмеется. Псалми, то есть, если посмеем. И далее, похожий стих, Псалтирь, 36 глава, с двенадцатого по тринадцатый стих. Псалми, 37 глава, у двенадцати до тринадцати стиха. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижечет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Ну, опять Бог смеется. Тупак, Бог, Сесны. Так, ну, там еще есть небольшие притчи. Ну, можно показать, как бы, ну, чисто для галочки. Притчи. Там много таких сравнений довольно забавных, например. И маньякуку забавнее сравнение. Притчи, шестая глава, двадцать седьмой стих. Притчи, шестая глава, двадцать седьмой стих. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Это такой саркастический вопрос о блуде. Твой саркастичный вопрос за блуд. То есть это, как бы, пример разновидности юмора Библии. Твой пример из разновидности на хумор в Библии. Следующая, это история. Знакома, да? Это Иона. Следующая история за Йон. Вообще, как бы, важнейшая функция юмора Библии. Най-важная функция на хумору в Библии. Это убедить самодовольных смеяться над собой. Да убеди самодовольный, да смеяться над себе. Процесс, который оказывается особо поучительным. То же процесс, който с указом ногу поучительным. Когда самодовольный, это мы. Здесь, как бы, Бог отправляет Йону, как бы, помолиться за народ ниневитян, язычников. Бог испрашивает Йону, чтобы помолиться за народ ниневитян, язычников. И Йона, он от Бога пытается убежать. А Йон упитывает, чтобы избегать от Бога. Что уже забавно, в принципе, звучит. И это звучит забавно вечером. Тут, однако, забавно то, еще, что все в этой истории обычно кажутся более благочестивыми, чем сам пророк Йона. И в тази истории всички сглеждат по-благочестиви от самия пророк Йон. То есть грубые моряки на корабле, да? Грубые моряцы на корабле. Они увидят шторм и говорят, типа, опа, но кто-то прогнил Бога по-любому. Да, виждат бурята и кажут, о, секундно, някой прогневал Бог. Да давайте кинем жребий. Нека да хвырлим жребий. А Йона, главное, он пророк, но он сразу не признался, что это из-за него. И он и пророку бачит, что они все признав начало-то. И то же самое, в конце ниневитяне, язычники, они покаялись в конце. И ниневитяне язычницы в крае те сапукаеват. А чего Йона такой, типа, боже, я знал, что ты их простишь за это, такой, типа, разочарованный уходит потом из этого города. И в крае Йон казва, боже, я знаю, что ты их простишь. То есть, в принципе, история тоже уже несколько парадоксальная. И мало парадоксальная история. В парадоксах заключается и юмор. И в парадоксе ты, и все получало хумором. Далее, Эсфирь. Эсфирь. Это уже последний пример из Старого Завета. Последний пример из Старого Завета. Да, и мы приближаемся к концу. Вече дубляжа у меня края. Эсфирь — это тоже довольно известная история, я думаю. И история из Эсфири много известна. Когда вот там был гордый Аман. Има еще горд Аман. Советник царя вавилонского. Советник на вавилонский царь. И он все время пытался как-то, как сказать, навредить израильскому народу. То есть, он пытался навредить израильский народ. Здесь гордый Аман, он не подозревает о своей комической натуре. И то же горд Аман не подозревает о своей комической натуре. Так вот, например, в Эсфирь, 6 глава, 6 стихе. И стирь, 6 глава, 6 стих. Написано, вошел Аман и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И Аман говорит, вот нужно... Он сразу думает, это царь обо мне, наверное, говорит. И то, виднага, мысли, что царя говорит за него. Говорит, нужно ему дать роскошные одежды. Да, потому что дадут много хубовые дрейки. Чтобы его по городу покатали еще. Нагоповозят из города. И потом царь вместо него награждает его самого заклятого врага. И след това той награждала негови враг. И при этом Аман еще должен лично ему проводить по всему городу. И Аман требовал лично договорить в город. И в конце таким же макаром заканчивается книга. И в края, по сути, начин завершил книгата. Что Аман подготовил виселицу для его заклятого врага. Аман и подготвил място тук, къде туда убесят негови враг. А в конце его само там и повесили. Обаче в края се указывает, че той сам е убесен на това място. И теперь мы перейдем к новому завету. Ще применим к новия завет. И тут несколько примеров я дам. Сего-то не так уж много. Ще дам само няколко примеров. Во-первых, я хочу показать, как и сам Иисус свободно использовал юмор, иронию и сатиру. Да, покажем, как Иисус сам свободно использовал хумора, иронию и сатиру. Например, такие выражения, описанные в Матфея 15 глава 14 стих. В Матфея 15 глава 14 стих. Говорит, оставьте их, они слепые вожди, слепых. А если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму. То есть такой слепой ведет слепого. Уже как бы это довольно забавная ситуация. Сляп води. Сляп и твоя много забавная ситуация. Так дальше, вот Матфея 23 глава 24 стих. Матфея 23 глава 24 стих. Довольно забавное сравнение, которое я не слышал. Су-что забавное сравнение, какое-то не сумчувал. Вожди слепые, отсаживающие комара. Как вообще? Как может существо? А верблюда поглощающие. То есть это сам Христос говорил? Как бы сразу и не... Ну, ничего себе. Да. И в таком роде, получается, такие он приводил примеры. Да. Там ниже тоже написано. В принципе, они несколько схожи. Переходим к деяниям апостолов. Приминалным деяниям. И тут довольно забавный, на самом деле, момент. Има забавный момент. То есть апостола Петра, его задержали в темнице. Апостол Петер его в затворе. И все местное христианское сообщество, она молилась за освобождение Петра. И целое христианское сообщество се молило до го освободят. После чего случилось чудо. Ангел Господень пришел и Петра освободил. И вот в деянии 12 главе с 12 по 16 стих написано. Вот в деянии 12 глава 12 до 16 стих пиши. Когда же Петр постучался у ворот своих знакомых, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. То есть там люди молятся. Она стучит в дверь, она приходит и видит, Опа, Петр такая, ух, ты же пошла мою побежала. А вот эти люди, которые молились, они услышали от ее объявления, что Петр стоит у ворот. И сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Да, когда же отворили, то увидели его и изумились. То есть ситуация, в принципе, довольно живая и комичная. Другая ситуация, тоже описана в Деяниях. 20 глава, с 7 по 9 стих. Тут, получается, идет речь о проповеди Павла, апостола Павла. Става дума за проповеда на апостол Павел. Апостол Павел, он очень любил проповедовать. И здесь показано, насколько сильно. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь справиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. До полуночи он с ними слово давал. До нужда и проповедовал. В горнице, где собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз, встретивает жилья и поднят мертвым. Не беспокойтесь, его потом воскресили. Если тревожить, то и после того воскресили. Но в болгарском переводе, я почитал, там еще забавнее написано. В болгарском переводе написано «Оште понадолго», типа Павел проповедовал. Еще дольше. А, в болгарском переводе пишет «Оште понадолго». То есть до полуночи он проповедовал, говорит «Еще дольше он проповедовал». Настолько проповедовал, что парень бедный не выдержал, заснул и умер. Чем мчат он не издержал, заспал и починал. Да. Вот такие вот истории первой церкви. И такие вот истории, это на первой церкви. Про апостола Павла, его чувство юмора можно еще узнать больше. За апостол Павла и негового чувства на юмор можете по-что-то научим. Вы можете сами почитать второе Коринфянам, послание, целая одиннадцатая глава. Можете прочитать второе послание к Коринфянам, целая одиннадцатая глава. Там апостол Павел использует резкий сарказм, чтобы писать свою антибиографию. И там апостол Павел использовал резкий сарказм, да упишет свою автобиографию. Называя себя дураком. И на речи себе глупак. В принципе, я знаю, что у нас вот в заключении я хочу сказать только, что у нас вот сейчас очень много начинающих проповедников, чьи достаточно начинающие проповедники, которые вот в семинарии обучаются. Я не знаю, как у них. Но у меня всегда была проблема с продолжительностью проповедей. Вот раньше я подготовлю слово. И мои родители, там, ну пастор спрашивает меня, ну что это, как долго у тебя проповедь будет? Я говорю, ой, очень долго, очень долго. И я сказал, много-много долго. Где-то час. Час перевода, наверное, будет. Идин час. А потом я такой проповедую, проповедую, и смотрю, 20 минут прошло, а я, в принципе, закончил. Я после проповедовала, проповедовала, виждем, вечно почти самосвязывая, а сами дали саму 2-7 минуты. Но сегодня не этот день. Несканый тоже день. Да. Ну вот, поэтому на такой веселой ноте я хотел закончить. Такая веселая, я бы сказал, до завершения. Так что я надеюсь, что товарищи христиане не будут бояться ухмыляться, ой, не ухмыляться, ну это, усмехаться, не, не усмехаться. Смеяться, да, улыбаться, быть на позитиве, и не быть слишком серьезными все время. Надеваемся, че христиане не могут се страхуват, да се смеят по негу, да будут весели. Да, поэтому желаю всем веселой недели. Пожелам ви веселой седмицы. Пока. Чао. Спасибо, да.